Здравствуйте! В эфире телеканала Видное ТВ, программа «12 созвездий», и я, ее ведущая, Наталья Буслаева. Сегодня мы узнаем, что приготовили звезды всем знаком Зодиака на неделю с 26 декабря по 1 января. Но вначале традиционный экскурс по правилам встречи нового 2023 года – черного водяного кролика. Как же украсить свой дом, чтобы задобрить хозяина будущего года? Лучше не забывать про основные цвета 2023 года. Эксперты рекомендуют отдать предпочтение классике. На елке удачный – золотой, красный, зеленый, оранжевый, бирюзовый, молочный, бежевый и серебристый. Несмотря на лояльность стихии года к холодной гамме, в оформлении новогоднего интерьера стоит отказаться от слишком мрачных оттенков. Немаловажно внимательно отнестись к приметам. Чтобы заветные желания сбылись, следует навести чистоту в доме, стать волшебником для кого-то. Например, сделать небольшой презент коллеге по работе или помочь соседу. Ну а самая популярная примета – подбой курантов написать желание на небольшом листочке бумаги, сжечь его и, размешав бокали с шампанским, выпить. А пока до Нового года остаются считанные дни, узнаем, что предсказывают нам звезды. Овные, в начале недели успех ждет вас на деловых встречах. Чтобы завершить все дела до праздников, вам придется много работать. Зато появится возможность проявить все лучшие качества – ум, упорство, усидчивость и организаторские способности. Ближе к выходным вам придется встречаться с капризными партнерами или друзьями. Звезды советуют избегать суеты, агрессивности и самоуверенности, как в собственных действиях, так и со стороны окружающих. Для тельцов уходящий год был хорошим, но он эмоционально вымотал вас, поэтому Новый год лучше встретить в комфортной обстановке с приятными для вас людьми. Работа попытается занять достаточно много времени, но по значимости анализировать не будет. Своей энергичностью и активностью вы сможете укрепить позиции. Близнецы, на этой неделе вы способны решить те задачи, которые для других кажутся сверхсложными. Постарайтесь не посвящать почти все свое время работе. Распланируйте неделю с учетом личной жизни. Ваш партнер будет вас радовать и вдохновлять. Ждите от него приятный подарок к празднику. Свойственные вам упорство, креатив и трудолюбие принесут весьма ощутимые плоды. Раки. В понедельник лучше промолчать. Это избавит вас от ссор и размолвок. Во вторник вы можете столкнуться с различного рода бюрократическими проблемами, однако сумеете их быстро решить. В выходные отдыхайте и развлекайтесь. У вас это здорово получится. Готовьтесь к праздникам со спокойной душой. Львы в начале недели. Есть вероятность, что ваши планы войдут в противоречие с планами вашего начальства. Если у вас нет сил возмущаться, то лучше поменять начальника и работу разом. В среду вспомните поговорку «Любопытство погубило кошку» и постарайтесь не вмешиваться в чужие дела. В субботу не стоит слишком азартно покупать подарки себе и близким. Можно приобрести много ненужного. Девы, отдыхайте, пока есть возможность. Нет? Тогда имейте в виду, что у тех, кому придется работать, будет хромать дисциплина. Вам крайне трудно будет сосредоточиться на делах. Не стоит сейчас зацикливаться и на семейных проблемах. Попытка выяснения отношений не только не прояснит ситуацию, но и гарантирует скандал. Зачем он вам накануне праздников? Весы. Вы можете слишком увлечься построением стратегических планов. Лучше заняться решением насущных проблем. Во вторник не лучшее время, чтобы пытаться ускорить рабочие процессы. Наступающая неделя будет полна предпраздничной суеты и тревог. Не позволяйте беспочвенным мыслям и сомнениям беспокоить вас. Прежде чем верить слухам, постарайтесь выяснить их источник. Скорпионы, у вас все хорошо, просто наслаждайтесь моментом. Но на работе будет складываться творческая и радостная атмосфера. Все будет получаться с минимальными затратами сил и средств. Подготовка к празднику у вас идет полным ходом. Стрельцы, на этой неделе у вас может состояться переход к новому, более благоприятному жизненному циклу. Обостриться интуиция, вам даже может присниться вещий сон. Однако, вы с куда большим успехом будете решать чужие проблемы, нежели свои собственные. Вот ими и займитесь. Не стоит слепо доверяться мнению других людей. Сами решайте, как вам встречать Новый год. В Козероге у вас может возрасти интерес ко всему, что вас окружает. Велика вероятность того, что вы сможете верно оценить свое место в жизни. И даже понять, что в ней важно, а что нет. Если не будете лениться, есть возможность взлететь вверх по карьерной лестнице. Помните, что наступает волшебная пора. Водолеи. Ситуация, которая сложится на этой неделе, может спровоцировать вас на спор с коллегами. Если этого не избежать, постарайтесь философски отнестись к нему и превратить в увлекательную беседу. В конце недели вам просто необходимо меньше работать и больше времени уделять подготовке к праздникам. Рыбы на этой неделе ощущение собственной значимости возникнет не на пустом месте. Так что звезды рекомендуют использовать этот плодотворный период сполна. Успех в делах может во многом зависеть от ваших организаторских способностей. Препятствия и проблемы, которые могут затронуть вас в начале недели, не должны огорчать. К выходным все наладится. Такую неделю нам предсказывают звезды, но помните, успех всегда зависит от вас самих. Поэтому действуйте, но прислушивайтесь к подсказкам Вселенной. С вами была Наталья Буслаева и программа «12 созвездий». До новых встреч и будьте счастливы! Субтитры подогнал «Симон»!